День работников леса отмечают сегодня в Беларуси. Это профессиональный праздник всех, кто связан с лесопользованием. Восстановлением, разведением и охраной лесов. В этой сфере трудится около полусотни тысяч человек. А наша страна входит в десятку ведущих лесных государств Европы. Покрывающие более трети территорий республики леса являются одним из основных белорусских богатств. С профессиональным праздником работников и ветеранов лесного хозяйства, а также лесопромышленного комплекса, поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Работники отрасли вносят весомый вклад в развитие экономики и социальной сферы республики. Успешно решают вопросы обеспечения экологической безопасности. Говорится в поздравлении. Глава государства также отметил, что сегодня перед лесным хозяйством стоят важные задачи по повышению эффективности лесопользования, внедрению современных передовых технологий, созданию условий для привлечения в отрасль крупных инвестиций. Генеральный секретарь ООН Пан Гимун поддержал подписание Минского соглашения по осуществлению режима прекращения огня в Украине. Также генсек призвал все стороны к скорейшему выполнению достигнутых условий этого меморандума. Тем временем в Украине силовики и силы народного ополчения согласовали очередной обмен пленными. На этот раз он пройдет по формуле 28 на 28. Время, когда состоится эта процедура, пока согласовывается. Ну а накануне, в рамках Минских соглашений, ополченцы и Национальная армия Украины произвели обмен военнопленными по схеме 38 на 38. Эта встреча состоялась при участии наблюдателей от ОБСЕ в 60 километрах от Донецка. На Донбассе возобновлено движение поездов по маршруту Луганск-Киев. Отныне в украинскую столицу будет ежедневно курсировать состав из 10 вагонов. После окончания ремонтных работ на востоке страны откроется еще несколько десятков участков железной дороги. Крупное ЧП в российском Красноярске. Пожара хватил 25-этажный жилой дом. Площадь возгорания в высотке составила 2000 квадратных метров. Из горящего дома в срочном порядке эвакуировали более 110 жильцов. Их временно разместили в одной из школ города. Погибших и пострадавших нет. В тушении здания была задействована авиация, техника и более 100 работников МЧС. Сообщается, что пламя удалось ликвидировать. По предварительной информации, пожар возник из-за возгорания отделочного материала, которым был обшит весь дом. Армения сегодня отмечает свою независимость. В этот день, 23 года назад, в республике провели референдум. На нем народ Армении проголосовал за выход из состава СССР и создание независимого государства. В честь главного национального праздника по всей стране проходят массовые мероприятия. Закончатся они поздно вечером праздничным фейерверком на центральной площади Еревана. Глава белорусского государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента республики Армения Сержа Сарксиана и народ этой страны с национальным праздником – Днем независимости. В поздравлении говорится, что опираясь на традиции дружбы и партнерства, Беларусь и Армения последовательно развивают тесное сотрудничество во всех областях. Александр Лукашенко выразил убежденность, что сложившаяся атмосфера взаимопонимания и конструктивного диалога послужит фундаментом дальнейшего укрепления взаимовыгодных отношений. Сезон осенних ярмарок начался. Уже в эти выходные многие белорусы отправились на базары, чтобы пополнить запасы на зиму. Только в столице возле Дворца спорта развернулись три большие торговые площадки. Одна из них – первая в Беларуси – стоковая ярмарка. Швейный, трикотажный, галантерийный товар отечественного производства здесь можно приобрести с существенными скидками – от 40 до 60%. По выгодным ценам продают и продовольственную продукцию. На соседней площадке торгуют свежей рыбой и урожаем этого года. Массовые сезонные продажи организованы и в районах города. Но тем временем сельские жители активно стремятся сдать излишки урожая яблок. Кто-то везет их на рынки, другие предпочитают сдавать заготовителям. В последнем случае плюс очевидным – передвижной приемный пункт может приехать прямо к дому и в удобное время. Да и расчет производится сразу после взвешивания. Вместе с заготовителями к сельчанам наведался и Юрий Корнилович. Пенсионерка Елена Белаш про свой сад может рассказывать часами. На 70 сотках у бабушки растет больше 30 деревьев. Здесь и ранние, и средние, и поздние сорта. Урожай собирает до глубокой осени. Сочным продуктом уже обеспечила всех родственников. Однако на ветках еще много яблок. Просто нынешний год, говорит Елена Станиславовна, ну очень урожайный. У нас-то, я не знаю, как у людей там, но у нас очень, очень. Я говорю, он на эту яблоню. Видите, он уже на быстрой гнеденеючий. А там и антонука такая хорошая. Все, урожайный. Чтобы полезный продукт не пропадал, пенсионерка сдает его излишки заготовителям. Говорит, все равно сгниют, а так неплохая прибавка к пенсии получается. Тем более, что машина по звонку приезжает прямо во двор. Доброе, что приезжают. А так, ну где мы? Раньше, что я тут осталась, что была молодая, то мы возили на винзавод у Гродна. Сам им усилили наймать машину и везти на винзавод. Ну а теперь доброе, что приехала машина, о, на месте. К примеру Елены Станиславовны следуют многие односельчане. С заготовителем договариваются заранее. На месте яблоки взвешиваются, загружаются в машину и сразу же люди получают расчет. Минимального ограничения на сдачу яблок не существует. Кто-то может принести корзину, кто-то мешок, но в основном местные жители стараются собрать весь урожай. И уже к приезду автомобиля выставляют десятки мешков. Заготовитель Анна Макарчик всех своих клиентов знает лично. По деревням ездит уже больше 30 лет, поэтому количество яблок знает еще до начала сезона. В основном, говорит женщина, урожай сдают пожилые сельчане. Сама приемка товара проходит быстро, но в каждой деревне нужно найти время и на общение. Ведь от нее пенсионеры узнают не только последние новости, но и делятся своими проблемами. Может быть, я и занято, но они хотят поговорить, и говорим и полчаса, и 20 минут. Но уделяем внимание, потому что, как вы знаете, они одинокие, хотят им общения. Сезон заготовки фруктов на Гродничине в самом разгаре. Заготовители принимают яблоко как на промышленную переработку, так и товарное для реализации на городских рынках. Кроме передвижных пунктов сдать излишки урожая можно и в любом сельском магазине. Ежедневно на заготовку выезжает 69 единиц автотранспорта. К заготовке подключены розничные торговые предприятия. В них мы можем и сдачник может найти и информацию, и контактные телефоны, как заготовители, так и отделов заготовок наших филиалов в районах. Сегодня в регионе уже закуплено более 5000 тонн яблок. На очереди закупка у населения картофеля и других овощей. И в этом случае передвижной приемный пункт приедет к каждому, у кого урожай оказался выше необходимого. Юрий Корнелович, Николай Лапинцев, компания СТВ, Гродненская область. Спортивному ориентированию Беларуси исполнилось 50. Полуяковой юбилей сегодня в Минске отметили в соревновательном ключе. За звание лучших боролись 42 команды со всех уголков страны. К слову, самым маленьким спортсменам всего по 8 лет, а самый именитый уже разменял седьмой десяток. Всего в состязаниях приняли участие около полутысячи человек. Их всех ждут поощрительные призы. Детям сладости, а тем, кто постарше, почетные грамоты и медали. Поддержать команды приехали известные спортсмены и ветераны этого вида спорта. Хотелось бы пожелать всем, скажем так, совершенствоваться, выходить на международную арену. В перспективе, возможно, есть шанс, что Международная Федерация будет бороться за право участия в зимних Олимпийских играх. Вот на лыжах спортивно ориентированное. Замечательно. Каждый старт – это бег в неизведанное. Вырабатывается чувство поиска, активности такое. И в будущем это, в общем-то, помогает повседневной жизни. Минск принимает Международный фестиваль студенческих театров. Организаторы 11-го по счету театрального куфора приготовили программу, приуроченную 450-летию Шекспира. В рамках проекта тематический мастер-класс по Макбету проведет известная итальянская актриса Марция Тедески. А в конкурсной программе на фестивале будут представлены 20 спектаклей из 15 стран. В том числе из Албании, Бельгии, Бразилии и Италии. По традиции конкурсную программу будет оценивать независимые жюри. А гран-при, приз зрительских симпатий, получит лучший спектакль по итогам рейтингового голосования. Торжественное открытие театрального форума состоится завтра во Дворце профсоюзов. Красочное действие начнется с перформанс-акции у входа в здание. Таким образом, организаторы хотят, чтобы праздник вышел за пределы театральных стен. Поющие города в эти дни звучат все громче. Третий сезон музыкального проекта нашего телеканала приближается к решающей стадии. Участники из каждой области уже прошли предварительный отбор и теперь съехали из столицы, чтобы определить достойных полуфинала. Из каждого региона выберут всего по шесть сильнейших. Все настроены очень доброжелательно, но просто в жюри сидят профессионалы, знают свое дело и продюсер, за которым последнее слово, который знает, что он сможет продать, что он не сможет продать какую-то продукцию. Поэтому здесь ничего личного, чисто бизнес. Удачи, это фортуна, я всем желаю удачи. Когда была там, это такие эмоции, мне так понравилось, я еще хочу туда. Здорово очень, правда. В эти минуты готовится к эфиру итоговая информационно-аналитическая программа неделя. И вот некоторые ее темы. Как возродить славу белорусского льна и сделать доход на его переработку? В этой сфере мы должны быть законодателями моды. Высокая добавленная стоимость северного шелка и высокая мода шубы из льна. На последние недели моды у меня ходили моделями звезды. Из чего будут строить новые дороги? Бетонным дорогам у нас быть, мы будем их строить. Примет ли участие в строительстве новых дорог Всемирный банк? Всемирный банк понимает, что Беларусь является транзитным государством. И от того, какие здесь будут дороги, будет зависеть эффективность экономики как Востока, так и Запада. В Беларуси существует много положительных ценных вещей, куда уже вложены деньги. Эксклюзив программы глава представительства ЕС в Беларуси госпожа Майера Мора – тест-драйв белорусских автотрасс. Вам не доводилось общаться с нашей госавтоинспекцией? Доводилось, конечно. Европейская оценка дорог, цен и сервиса. Какие они верещагины нашего времени? Мужественные. Пытался незаконно переместить через таможенную границу бриллианты. Женственные. Достаточно хорошего отношения, вежливого, улыбки. Ну, люди настраиваются на хорошего. И даже четвероногие. Она, как правило, за зиму 5-6 мобильных телефонов находит. Илона Волынец опробовала все на себе и узнала точно, когда таможня дает добро. Для чистоты эксперимента наркотик кладу я, причем в свою сумку, да еще и в коробку. Логика семейной жизни. Если бьет, значит любит. Как вы живете с человеком, который вас бьет? Вот так я живу. Возмутители домашнего спокойствия в юбках. Ногой могу дать. Я мастер-порт. Конька бедная, ножи. Ольга Петрашевская. Ударные чувства в делах семейных. Эти и другие заметные темы уходящих семи дней в итоговой программе «Неделя» с Евгением Гориным в 19.30. Далее спортивное обозрение Эльмира Хоровец. Я же на этом прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Второй и третий периоды в матче «Динамо-Торпедо» рулевой зубров Любомир Покович назвал лучшими в сезоне. Менчане успешно завершили домашнюю серию в КХЛ. Выиграв у нижегородцев со счетом 3-0. В таблице западной конференции с 12 очками белые-голубые занимают четвертое место. На следующей неделе «Динамо» ждет четырехматчевое выездное турне. 23 сентября зубры вновь встретятся с «Торпедо». Продолжат серию гостевые поединки с «Северсталью», «ЦСКА» и «Слованом». Сергей Кривец провел первый гол в чемпионате Франции по футболу. Белорусский легионер отличился на 14-й минуте во встрече «Мецбастия». Темно-бордовые одержали победу со счетом 3-1. Виктория Азаренко приняла решение досрочно завершить сезон. Об этом «Белорусская» сообщила в своем фейсбуке. Теннисистка намерена полностью восстановиться и подготовиться к будущим стартам. Этот год Азаренко начала в качестве второй ракетки мира, уступая первенство лишь американке «Сирене» Уильямс. Ныне же Виктория 25-я в рейтинге ВТА. Впервые с 2007 года она оказалась вне топ-27. По окончании трех последних сезонов «Белорусская» неизменно была в тройке лучших. Еще одна теннисистка мирового уровня, китаянка Лина, объявила о завершении карьеры. 32-летняя спортсменка созвала для этого журналистов. Причиной, побудившей китаянку повесить ракетку на гвоздь, стало ее физическое состояние. Недавно Лина перенесла четвертую операцию. Двукратная победительница турниров «Большого шлема» поняла, что больше не может показывать свой лучший теннис. Пресс-конференция в Пекине получилась очень эмоциональной. Волновалась Лина, и даже некоторые репортеры, задавая вопрос, не могли сдержать слез. В «Формуле-1» на повестке дня Гран-при Сингапура. А 12 октября в Сочи пройдет 16-й этап королевских автогонок. Накануне в столице зимних игр 2014 состоялось торжественное открытие автодрома. После чего прошли показательные заезды гоночного болида и шоу с участием звезд российской серии кольцевых гонок. В спортивной программе принял участие Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Завтра квалификации в личном турнире стартует чемпионат мира по художественной гимнастике. Сильнейших граций планеты примет турецкий «Измир». Среди 300 участниц и гимнастки сборной Беларуси первыми на ковер выйдут Малетина Станюта, Екатерина Галкина и Арина Шарапа. Они будут бороться за попадание в финалы. Такая же задача стоит перед групповичками, которые представят на суд зрителей композиции с 10 баловами, а также тремя мечами и двумя лентами. Эльмира Хоровец, телекомпания СТВ.